Кубок России 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 И Андрей Аршавин говорит, что Сейчас задача Обязательно Одного русского Хорошего футболиста взять Да, сказал мне это Потому что Иначе мы потеряем Это ощущение Петербурга Ленинграда Да И он прав И он прав В данном случае Мы говорим про Спартак Сергей Причем здесь Зенит Ну про Зенит Все сказано Поэтому Зенит Приобрел вот это Плохое Звание Что Кричалка Позор Российского футболиста Совершенно верно Это сразу Это не пройдет А в какой-то мере Заиграют несколько футболистов Если в Зените Будут играть Более-менее почаще Ерокин С мостовым Там я не знаю Да То наверное Будет что-то русское Что-то чуть-чуть Будет русское Я имею ввиду При условии Обязательного Игры Глушенкова Так Вот Что заботит Зенит Но я обращаю Внимание на то Сергей Я понимаю Что вы были Как всегда На стадионе Да И вы не смотрите По телевизору Матч Зенит Спартак Отвратно Этому матчу Звучит Сама картинка Перед началом матча О которой Так сказать Никто Вообще Никто Из спортивных Комментаторов И экспертов Не обсуждает Просто не обсуждает Но знаешь Меня просто умиляет Дают картинку состава Основного состава Спартак и Зенит Вот что надо Сразу сказать Почему я тогда и сказал Что скорее всего Скоро Зенит утратил Свои скоростные Моменты Игровые Что у Спартака Великолепный шанс Просто сыграть В ничью Но скорее всего Если все-таки Кто-то выиграет Тот выиграет Спартак Так я говорил Да Сергей Так Вот Но то что Спартак сыграет Ничью Я в этом Совершенно Не сомневался Но дело в том Спартак абсолютно Стал напоминать Мне Зенит Такое впечатление Знаете Чесали Чесали Лилысину И пришли к выводу Что надо быть Похожим на Зенит И вот когда я вижу Два состава Сергей Знаешь Их вычерчивают На доске Очень Так сказать Очень Показательно Значит и у тех И у других Защита Четыре человека В линию Так сказать Стоят Остальные Остальные Из десяти человек Шестеро Впереди У Спартака Один россиянин Это Умяров Один россиянин Умяров Все остальные Иностранцы И у Зенита Естественно Все одни иностранцы Кроме мостового Вы имеете Другу атаки В группе атаки Шестерки Те и другие То есть Абсолютно Иностранные Команды Играют Поэтому я разделяю В данном случае Точку зрения Владимира Владимировича Путина Который говорит Че идти смотреть футбол Футбол иностранных команд Так вот Мы с вами смотрели Футбол иностранных команд В первом тайме Это было настолько скучно То Когда показывали Молодых ребятишек Которые на стадионе сидят Кое-кто Прикемаривал А кто-то Откровенно Зевал Почему? А потому что Опасных моментов В первом тайме Не было Ни у тех Ни у других Ворот Так ведь? Но вот Когда Иракович Получил Красную карточку А из-за чего Получил Иракович Красную карточку Сережа? Из-за того Кунга Как там его называют Вот Сережа Он действительно молодец Он разгонял Спартаковскую игру В Спартаке В общем-то Скоростных футболистов Не так много Да Более того Они своей скорости Не показали Да там и не нужно было Особенно бегать Там Что называется По игроку Все время играли Ходили по полю все Да Вот он Два-три раза Пробежался И освежил матч А когда Иракович Ему оторвал Два раза ноги Он получил Красную карточку В конце концов И тут игра Конечно В пользу Спартака Безусловно Последние 15 минут Они были На стороне Спартака Если бы не было Этой красной карточки Была бы Вот эта вот Невеселая Скучная игра И она бы дошла До счета 0-0 Так Вот и все Когда вы меня спрашиваете А что Что в этой игре смотреть Простите меня Это не локомотив Который играл с Ростовом Совершенно другая игра Это не ЦСКА Который демонстрирует Великолепную игру Это не Краснодар Динамо Это я не знаю Что вы понимаете Другое дело Это два клуба За которых болеет Пол страны Так Поэтому А хоть скоро Эти два клуба За которых болеет Пол страны Надо как-то освежить Это информационно И тут начинает Даже Орлов Влезает В восторгах О том Как сыграл здорово Спартак Вы посмотрите Да не играл Спартак здорово Плохо играл Зенит Зенит играл плохо А спартаковцы Которые сейчас Настраивают Свою команду Это совершенно Новая команда Сережа У них пятерка Можно сказать Впереди Играющих Иностранцев Это Новое звено Таких В прошлом году Не было Понимаете Хотя вы скажете Банганга Играл же Раньше Не всегда Но играл Вот Но дело не в этом Дело в том Что команда Спартак Сейчас нарабатывает Свои связи Да Это команда Которая Не играет По спартаковскому Поэтому Говорить Что команда Спартак Играет по спартаковскому Да не играет Они играют Вот в футбол Который Сейчас Приволок С собой Главный тренер Спартака Так вот Когда вы меня Спрашиваете И вся игра Сережа Я не знаю Может быть Она вам там На стадионе Понравилась Была хорошая В конце концов Погода И настроение Было неплохое И крыша была открыта Да Крыша была открыта И главное Поворотом Спартака Практически Никто же не бил Ну кроме Как в одном Когда мы с тобой Мог бы забить И скорее Он даже не собирался Забивать В его ногу Просто сильно Полетел мяч Отскочивший От защитника Спартака И ушел Выше ворот Больше Больше Ничего Сергей Больше ничего Не было Понимаете Просто больше Ничего не было Поэтому Вы меня спросили Как мне этот матч Я вам рассказал Как этот матч Очень скучно Очень скучно По-игротски По-игротски Ну Хорошо Давайте поставим Этим командам Четыре с минусом И тем и другим Но Спартаку Может быть Четыре Просто поставим Из-за того Что им было полегче Они играли Против команды Которая играла В десятером Так Это давало Спартаку Смелее Сыграть Впереди И они сыграли Впереди Более-менее смело Так Ну то есть Вы не видите Эпохи возрождения Спартака А для этого пока Оснований нет Вы понимаете Дело в том Я еще раз говорю Сереже Команду Когда вот Мы смотрим с вами Например Я говорю Футбол наш Удивителен Сам по себе Я даже Такое ощущение Никак не могу Понять Кто же сейчас лидер После трех матчей Я уверенно говорил Что Зенит Настолько силен Что даже Ставить с ним рядом Никого нельзя Про Спартак Я там в тот момент Не говорил Там вообще Тяжело было сказать Правильно Зенит Вот Но дело в том Когда я Посмотрел На Динамо Позавчера Да Я Был уверен Что Динамо Сейчас имеет Возможность Опять как В прошлом году На первом месте Оказаться Так Но они настолько Играли беззубо Безинициативно Против команды Краснодара Которые далеко Не в лучшей форме Находятся Что проиграли им По честному Хотя я считаю Что пенальти Там был 100% И можно было 1-1 поставить Но дело в том Если мы с вами Хотим оценивать Игру Вы же меня спрашиваете Про оценку Игру Игры То я вам говорю Если оценивать Вот эти 6 туров То бросается в глаза Что Локомотив Был сильнее Чем Динамо Во время матча Когда Динамо Выиграла 3-1 Локомотив Был настолько Сильнее Что я считал Что счет Должен был быть 3-1 В пользу Локомотива Так же Как я Когда смотрел Матч ЦСКА С локомотивом Я был уверен Что будет 2-0 Или 3-0 В пользу ЦСКА И тогда Если бы По справедливости Ради Эти матчи Так бы И сыграны были Наоборот Что называется То на первом месте Сейчас был бы ЦСКА Либо Локомотив На третьем месте Зенит Перейдем Я просто не понимаю Претензии А что не так-то было То есть вы недовольны Кем Ну то есть Зенита вы считаете Что Как бы Почему тебе И Сергей Извините Вы сейчас А то вы Немножко Неправильно Воспримите Да Вы мне спрашиваете Про игру Зенита С локомотивом Со спартаком Я вам говорю С того момента Как Как Зенит Показал Неудачную игру С химками Да У Зенита Игра Не выпрямилась Она как была Скучной Скучной Не той Игрой Которая Которая была Так она и осталась Зениту Надо исправляться Как она и будет Исправляться Это Гений Тренера Покажет У Зенита Огромная Скамейка У Зенита Есть кому Показывать И Зенит Потратил Огромное Количество Денег Правда Андрей Аршавин Говорит Надо подкупить Еще одного Россиянина Кого он Имеет ввиду Может быть Соболева Но он это Не говорит А кого он Лучше Соболева Купит Антона Миранчука Владимир Николаевич Я думаю Что он имеет ввиду Вразнос Что вы имеете Да ну что вы Это четверочный футболист Четверочный футболист Ну четверка Ему хорошая оценка Мы говорим Про чемпионский колорит Про тех Которые Так сказать Ну Зениту Нужен сильный футболист Простите А кто будет Миранчук Где будет играть На месте кого На месте Клаудиньо На чем месте Он будет играть Сережа Туда Туда Под нападающими Владимика Ну я понимаю Ну там Там все забито Бразильцев Их купили Пять человек Они вообще Ждут своей очереди Владимир Николаевич Ну вот Цитата Алексея Миллера Я специально ждал Паузы В ваших словах Говорят Что это премьера Спектакля О матч Он говорит Говорят что это премьера Спектакля Отцы и дети В постановке Домашнего театра Если так То немножко Переиграли Зенит чемпион Я немножко Не понял Что имеется Ввиду То есть вот В прошлый раз Было по моему Что то Все время по Тургеню Такое впечатление Что сейчас у нас Тургенев Главный Российский писатель Да Понимаете То Муму То вот сейчас Отцы и дети И Муму Толково никто не читал И не разбирает Это произведение Оно само по себе Очень интересно И глубже Чем проходить Ее в школе И отцы и дети Которые Ну убей Никто не знает Содержание Поэтому не будем Мы с вами Сейчас выгадывать Что они там Кто имели Отцы и дети Кого хотят показать Что зенит Это отцы Пройденный этап А дети Это те Которые сейчас приехали Барка Угальда Да И еще там Группа иностранцев Да То есть вот как бы Говорится что то Но я пытаюсь просто понять Что имеется ввиду Ну Сергей Вы знаете Я вас прошу Давайте не будем Углубляться Там Ничего Глубинного нет Хотят Подсказать Что что то Во первых Я не считаю Что зенит Сейчас в сложном положении Они просто Немножко Ну бывает Оступились Но команда Очень сильная Она оступилась Она восстановится И будет продолжать играть Так Вот А что говорится Про Спартак Спартак набирает силу Спартак приобретает лицо Но лицо Нетрадиционного Спартака А лицо Немножко другого Того кто видит Тренер Вот есть ли эти футболисты Про которых мы только сейчас С вами говорили Да Угальда Сбарка Который играет по центру Приобретут какую-то значимость Особенно когда говорят Что В зените Нино Центральный Нападающий Центральный защитник Вместе с ним Иракович Это два футболиста Которые должны были Сделать все Чтобы этих двух Футболистиков Не было просто заметно Неожиданно Неожиданно